Всем привет! Вы на канале StartAndroid, с вами Виталий Непочатов и мы начинаем обучение разработки приложений для операционной системы Android. Android приложение разрабатывается на языке Java. И чтобы вы могли на этом языке писать программы на своем компьютере, нужно установить специальный комплект средств разработки Software Development Kit, сокращенно SDK. Для Java такой комплект разработчика еще называют JDK, Java Development Kit. Давайте скачаем и установим его. Открываем браузер и заходим на сайт компании Oracle.com. Нам нужен пункт меню Downloads, Java for Developers. Нажимаем кнопку Download GDK. Здесь нужно подтвердить согласие с лицензией. Теперь можно выбрать пакет для загрузки, в зависимости от установленной на вашем компьютере системы. Например, у меня стоит Windows 7 64-разрядная версия. Для нее нужно скачать самый нижний пакет, который имеет название Windows X64. Для 32-разрядной версии Windows нужно выбирать пакет Windows X86, который имеет в конце i586. Чтобы узнать, какая у вас версия Windows, нажмите кнопку Пуск. Затем правой клавишей мыши выберите пункт Компьютер и в контекстном меню нажмите свойства. Откроется окно информации о системе и в поле тип системы можно увидеть ее разрядность. Вернемся на сайт Oracle.com. Здесь можно скачать пакеты для других операционных систем. Например, Linux, Mac, Solaris. Для скачивания нужно просто щелкнуть по пакету. Пакет весит около 170 мегабайт. Дождемся его загрузки. Пакет загрузился, запускаем его для установки. В этом окне нажимаем кнопку Next. В следующем окне видим путь, куда устанавливается наш Java Development Kit. Оставляем путь по умолчанию. И переходим к следующему этапу. Через некоторое время установка завершена, закрываем окошко. Теперь, чтобы разрабатывать мобильные приложения, нужно установить среду разработки. Но перед этим выполним еще одно действие, чтобы избежать возможных ошибок в будущем. Проверьте вашу систему на корректность установки пакета разработки Java Development Kit. Для этого нажмите комбинацию клавиш Windows R или пункт меню Пуск Выполнить. Введите три буквы cmd в поле Открыть. В окне консоли введите команду javaprobel.deficeversion и Enter. Если вы видите версию установленной Java, то все в порядке. А если сообщение об ошибке, тогда нужно прописать переменную окружения Java Home в переменные среды вашей системы. Для этого выбираем Пуск. Правой клавишей Компьютер. Свойства. Слева выбираем дополнительные параметры системы. И нажимаем кнопку Переменные среды. В нижнем окошке Системная переменная нужно создать переменную с именем java.home, а в поле значения переменной прописываем путь к установленному пакету Java Development Kit. Как видите, у меня эта переменная уже установлена. А вам нужно нажать кнопку Создать и прописать имя java, нижнее подчеркивание home и путь, куда установили JDK. По умолчанию это диск C, папка Program Files, папка java, JDK номер версии. Ну это если вы ничего не меняли в окне установки пакета. Наконец приготовления завершены и мы переходим непосредственно к установке среды разработки Android Studio. Идем на сайт developer.android.com. В главном меню сайта выбираем Develop Tools. С недавних пор Android Studio объявлена Google официальной средой разработки Android приложений. В основе Android Studio умный и мощный редактор кода, удобные шаблоны и мастера создания проектов. Возможность в процессе разработки сразу увидеть, как ваше приложение будет выглядеть на разных экранах. А также большой выбор виртуальных устройств, эмуляторов для тестирования ваших приложений. И со всем этим добром мы с вами будем учиться работать. Нажмите кнопку Download Android Studio. Подтвердите свое согласие с условиями. И скачайте файл установки. Он весит 800 с лишним мегабайт. Через некоторое время файл загрузился. Запускаем его для установки Android Studio. В процессе установки мне было предложено удалить предыдущую версию. Конечно, если вы раньше не устанавливали Android Studio, у вас не будет такого сообщения. Скорее всего у вас будет только вот такое вот окно приглашения. Жмем Next. В окне выбора компонентов в дополнение к Android Studio предлагается установить Android SDK, это инструменты Android разработки. И Android Virtual Device, то есть виртуальное устройство для тестирования приложений. Оставляем все как есть. Соглашаемся с условиями. В следующем окне предлагается выбрать каталог для установки Android Studio, а также каталог для установки Android SDK. Для установки Android Studio это папка Program Files на диске C. Мы оставим ее по умолчанию. А для Android SDK понадобится намного больше места. Я устанавливаю его в папку Android на диске D. Процесс установки довольно долгий. Он состоит из нескольких этапов. Это извлечение файлов, установка среды, установка Android SDK. Нужно запастись терпением и дождаться выполнения всех этих процессов. Наконец установка завершена, у меня она заняла около 10 минут. После завершения установки запускаем Android Studio. Открывается Android Studio Setup Visa, который начинает загружать необходимые компоненты Android. Дождитесь окончания загрузки. Следующий этап это создание Android Virtual Device, который тоже происходит автоматически. После окончания процесса откроется окно приглашения Android Studio. Если этого не произошло, запустите Android Studio самостоятельно с ярлыка на рабочем столе. Открывается окно приглашения. В левой его части отображаются недавно открытые проекты. У вас там скорее всего ничего нет, но скоро появится. Здесь можно создать новый проект. Открыть существующий проект. Импортировать проект в Android Studio. Но сейчас нам нужен пункт Configure. Отсюда мы откроем Android SDK Manager, чтобы загрузить необходимые компоненты вручную. SDK Manager можно также открыть прямо с диска, из той папки, куда вы его установили. Для этого нужно выбрать экзешник SDK Manager. Теперь перейдем к окну SDK Manager. Здесь мы видим список пакетов. Они организованы в папке по версиям Android. Также здесь есть папки Tools и Extras. Откройте для начала папку Tools. Обратите внимание на верхних три пакета. Это Android SDK Tools, Android SDK Platform Tools и Android SDK Build Tools. Если они у вас еще не установлены, то отметьте их флажками для установки. Теперь заходим в папку каждой версии Android, которая вам необходима. Здесь есть обязательные файлы для установки. Это SDK Platform, а также системный образ эмулятора Android устройства. Его название начинается с букв ARM или Intel x86. Если у вас на компьютере процессор Intel, то вы можете выбрать его. Версия Android 4.4W это операционная система для носимых Android устройств. Таких, например, как умные часы. Можете установить, если хотите попробовать разработку для этого класса устройств. Все файлы для всех версий загружать абсолютно необязательно. Тем более, что это потребует много времени и места на диске. Я рекомендую грузить необходимые файлы только для версии выше 4. Версии ниже 4 уже являются устаревшими, хотя на них еще сидит процентов 10 от общего количества пользователей Android. В любом случае, если вам понадобится их поддержка, вы можете в любой момент их установить. Теперь откройте папку Extras. Здесь необходимо отметить файлы Android Support Library, Android Support Repository. Можно также установить Google Play Services и Google Repository. Для подключения реальных устройств можно установить Google USB Drive. Также для эмуляторов Intel можно установить ускоритель. Повторяюсь, это если у вас процессор семейства Intel на вашей рабочей машине. После этого нажимаем кнопку установить пакеты. Количество пакетов на кнопке у вас может отличаться. Соглашаемся с лицензией и нажимаем установить. В зависимости от количества выбранных пакетов для установки, время и объем загрузки может быть достаточно большим. Поэтому снова наберитесь терпения и дождитесь успешной загрузки. Об этом будет свидетельствовать надпись Don't Loading Packages слева внизу. Итак, подведем итоги. Мы скачали и установили пакет инструментов Java, среду разработки Android Studio, а также настроили необходимые инструменты разработки приложений Android SDK. В следующем уроке мы познакомимся со структурой Android проекта, создадим первое приложение и настроим Android Virtual Device, то есть виртуальное устройство для запуска и тестирования вашего приложения. С вами был Виталий Непочатов. Увидимся на следующем уроке. Олимпе Олимпе